Дело в том, что как-то дальше от христианства, начало христианства, основная масса художника не рискует заглядывать в прошлое. Во-первых, это не очень востребовано, во-вторых, не приветствуется той же епархии, не знаю почему. А художник тоже как-то старается пристроить свои работы, собственно, в никуда рисковать. Ну, это единица, опять же, я уж не люблю хвастаться, но я делал, в принципе, в никуда работы, потому что я знал, что на выставке не принимаются такие темы, почему-то там как-то стараются задевнуть в день. Покупаться тоже трудно продать, потому что труда много вкладываешь, а цены, в общем-то, получается, ну, не имеет экономического смысла заниматься в плане этого, то есть только для себя. Ну, для меня это как хобби шло. Ну, слава Богу, как-то я экономические проблемы, высшие силы давали, помогали, мне решало, до сих пор решаю, грех обижаться. Но, тем не менее, здесь надо очень сильный такой тонус иметь, чтобы пробиться как-то, создать то, что хочешь, то, что видишь своим внутренним взором. Вот это в это ведь надо вложить и время, и силы, и средства. Вот так сейчас взять, ведь то, что прошло, то прошло, конечно. И тоже, чтобы воспринять наше славянское прошлое, тоже надо быть где-то хотя бы на генетическом уровне готовым к этому моменту. А люди как-то больше все это, ну, для них это закрытая такая, закрытая зона, даже для художников. И как-то, знаете, наверное, здесь все-таки должно играть роль тоже, ну, в свое время у нас это партия занималась этим, вот, там, взять при царе тоже как-то эти вещи приветствовались, вот. Но партия занималась определенным, там, социореализмом, вот, он был востребован. Вот, по накатанной таких и ставили, в смысле, стояли художники, укормила, руководили. Естественно, вот эти вещи они не могли приветствовать, потому что, ну, а зачем? То есть, тут тоже чисто такие меркантильные интересы проявляются. Так что, оно и до сих пор особенно-то не востребовано. Но государство абсолютно равнодушно. То есть, чиновники настолько далеки от всех этих идей, от всех этих понятий. Ну, знаете, это надо все-таки начинать вот с таких лет со школы прививать людям. Потом уж он тогда выйдет. Вот вы посмотрите, что сейчас на Украине происходит. Ну, это же ведь не вчера. То есть, их вот с таких лет уже воспитали. Он уже полный этой идеей. То же самое и у нас. У нас совершенно историческая наука как таковая. Любовь вот к своему прошлому. Никогда особенно-то не приветствовалась и никогда не развивалась. Вот математические, физические там науки, прочее, прочее, да. А вот то, что немножечко вот за пределами, то, что как-то заставляет человека поглубже, пошире взглянуть на этот мир. Знаете, тут нужны все-таки, с одной стороны, наверное, талантливые педагоги. А с другой стороны, все-таки заинтересованность на государственном уровне. Ни того, ни другого я не наблюдаю, к сожалению, сейчас в школе. Потому что, ну, учитель сейчас вообще профессия ругательская, как и художник, в общем-то, так, посудя по зарплатам. Вот, ну, что, да. Ну, и государство больше озадачено какими-то своими внутренними там проблемами, наши господа чиновники. Вот, все от них идет. Они, к сожалению, тоже как-то не очень меня радуют своими такими, ну, познаниями, во всяком случае, и тявой к истории. Ну, что сделаешь? Это наша реальность. Будем потихонечку как-то, все-таки надо исправлять это, я считаю, неправильное положение вещей. Потому что человек должен знать, в каком он мире живет, в какой стране, что ему близко, что ему, если придется, не привиди Бога, конечно, защищать, за что можно положить в голову жизнь. Это когда у него за спиной есть интеллект, а когда его нет, когда есть только одни такие инстинкты на физическом уровне, это печально, это печально, не радует. Вот, естественно, отсюда все и наши проблемы какие-то, потому что культура должна быть возведена в наивысочайший ранг, от этого все идет. Культурный человек никогда лишнего себе не возьмет, ему не надо, просто он понимает все это, суету. Да, недовоспитный или вообще невоспитный тому, чем все хватает, хватает, а зачем, для чего, непонятно. То есть это опять от культуры идет. Поэтому, да, футбол, спорт, там, прочее, это приветствуется. Это здесь популяризируется, огромные средства, представляете, какие вкладываются. А в культуру все урезают, 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 и до того, что урезают. Сейчас вообще в институтах страшное дело происходит. Урезают часы, рисунка живых, все знают, у нас там, в архитектурном институтах. Вообще сократили предмет композиции, а это ведь основа основ. То есть человек мыслить начинает, образы создавать, рисовать он научится, ладно будет же, но мыслить. А это господа чиновники почему-то решили, которые сидят там, я знаю, со столами, совершенно не сведущие в данных вещах. И они вот не глядя, роща, чем компера, все это, а это преступление. В общем-то, это идет опять от бескультуры, в общем-то, ну, это мое мнение. Доходят ли те средства, которые положены дойти до тех же мастериц-искусниц или резчиков, куда они все средства? Да, у нас проведут фестиваль, покажут, все это красиво. А в итоге-то конкретный человек, что он получил? Он вложил в это во все дело, насколько я знаю, да, вот есть гранты по искусству, но мы-то их не видим, художников. У нас ни закупок сейчас, ничего, то есть это работа в никуда, на полном голом энтузиазме. Официально отчитывается по бумагам, все хорошо, все, вот мы столько средств выделили на, там, у нас был год культуры в прошлом году. Ну, что конкретно, вот я уж не буду, а другие говорят, что художники от этого получили? Да ничего, провели там выставки где-то, свозили художников. Ну, что дальше-то? Ну, вы сделаете приличные закупки, хоть там чисто символические, сделайте, ничего об этом нет. А отчитались, все хорошо, все мило, все. И так, к сожалению, у нас во всем. То есть конкретно, да, вот так, для чисто, ну, фарисейства я это называю, вот они показали, вот да, они сделали, провели мероприятие, поставили галочку. А конкретно, вот, помочь конкретной, вот, организации, там, конкретными делами, к сожалению, это редкость большая. А сейчас же рисование вообще как упразднили, по-моему, его в школе уже и нет, как факультатив, что-то такое ненужное. То же самое со многими такими, и с историей, по-моему, там же не все так благополучно обстоит дело. И откуда может появиться у ребенка интерес, если мы проходили историю в свое время еще как-то более-менее. А сейчас две строчки, там, о средних и уж о более ранних веках, и нет. А все больше сюда, вот, чисто такие, какие-то политические такие моменты, переписывают по 10 раз учебники, это нормально тоже, опять, то есть, истину ты ее не спрячешь по-любому. Субтитры создавал DimaTorzok